всем привет кто зашел на мой канал и сегодня я начну опять с этого булгофилума тинго баринума потому что просто меня потрясает в этом году его цветение то есть это третий обзор когда я начинаю с него он все выпускает выпускает свои кисти именно цветов я не успеваю отрезать старые засохшие как он опять выбрасывает новые ну как вы видите все-таки на моей рамке кое-что изменилось уже некоторые орхидеи цвели а кто-то будет зацветать также изменилась картинка у нас это у нас зацветает аэрангист вот этот вот радастрикта раскрываются потихонечку его цветоносы это второе цветение в этом году он у меня каждый год цветет по два раза и самое интересное и самое долгожданное наверное это будет цвести вот этот анцидиум подпишу название вот такой у нас бутончик так как этот анцидиум оплел весь блок и его побеги и стоит с другой стороны и как раз цвести будет у него побег который находится у него на той стороне у нас летом было очень жарко и конечно вот этот андробиум хотя он должен был цвести дольше он уже цветает но вы видели насколько много было у него цветоносов я даже не знаю что я больше люблю цветоносы бутончики или цветы но когда они распускаются это просто что-то загадочное и я вернусь к вам через несколько дней чтобы показать цветение аэрангист пунктата аэрангист пунктата готовится к цветению и я хотела именно показать ее бутоны потому что это что-то необыкновенное что-то косметическое начинается раскрытие первого бутона у аэрангиста этот момент это наверное самый загадочный и это самый для меня красивый аэрангист вот настал этот день когда распустился мой аэрангист вот такой у него красивый цветок он не белый а такого цвета даже я не могу сказать типа бежевого что-то а губа у него вот более светлая наверное белая цветок начинает пахнуть вечером эти бутончики только готовятся к цветению как мы видим у него начинается раскручивается вот эти шпорца и уже у цветка это по моему самый большой шпорец потому что пока мы ждали роспуск аэрангиста вот этого пунктата раскрылся аэрангист радастрикта еще не все цветы но уже раскрылись они и у этого аэрангиста тоже имеется шпорец но он вот такой коротенький то есть шпорец у него совсем другой как говорится времена года меняются и наши орхидеи также меняются когда распускается этот аэрангист он такой помятый а когда уже цветкам несколько дней они распрямляются становятся такими большими но я не скажу что вот сейчас он прямо весь распустился мы подождем еще несколько дней я вернусь к вам когда распустятся все его цветочки в прошлом обзоре я опять же показывала фрости который у меня цвел и сейчас опять у него распустились уже новые цветы это космические конечно орхидеи очень необычные и поэтому они мне очень нравятся и еще в этом сезоне я не показывала свой булбофилом фасинатор так как я его пересаживала делила и конечно он немного пострадал обязательно выложу видео как я его делила я это все засняла но сейчас цветочек несмотря ни на что он у меня цветет такой интересный он все-таки цветы более мелкие потому что конечно после деления ему тяжеловато пришлось не могу не поделиться вот этой красотой бутон у нас появился достаточно давно я все ходила утром он был закрытый вечером я приходила поздно и не могла увидеть его красоту и оказывается он раскрывается как раз вечером здорово желтый цветок литопсы эти у меня давно они все время разрастались а в этом году я немножко прибавила воду то есть я поливаю обильнее чем всегда и вот он расцвел красота такая здесь посажено разные вариации вот такие никто из них еще не цвел тоже вот эти а вот это вот тоже он отличается я название не знаю потому что я не разбираюсь литопсов просто когда-то купила такой набор из разных штук мне кажется что вот здесь вот тоже должен зацвести что-то там тоже показалось у него здорово третий день как распустился цветочек и как раз вечером я хочу рассказать про аромат для меня он пахнет бархатцами такой терпкий запах то есть это не роза это именно бархатец но для меня так пятый день как цветет айрангис пунктата то есть раскрылся первый цветок и начали подтягиваться следующие вот так они раскрываются вот такие у них шпорцы они все раскрутились уже то есть когда раскручивается шпорец это ясно что цветок скоро раскроется и тем и временем айрангис надо стрикто вся раскрылась и очень красивая такое пышное цветение хотя вот шестой цветонос который здесь был я благополучно сломала даже я не знаю как так получилось но ничего наших пять цветоносов вот так красиво раскрылись этот айрангис начал растить цветоносы когда у нас была жара 35 градусов я даже думала что он не раскроется полностью то есть не зацветет но как только жара начала спадать то есть сейчас у нас 28 днем и где-то 19 ночью вот он начал распускаться потихоньку и вот уже такое красивое цветение очень мне нравится вот эти симпатичные носики он просто красавец ну и посмотрим конечно в этом месяце я не покажу вам раскрытие вот этого анцидиума насколько прошло времени а он все дует свой бутон итак уже прошла неделя как распустился вот этот первый цветок и вот как раз через неделю вчера стали раскрываться вот эти и так как у нас здесь летал пчел и учета сделано своими двумя цветками и здесь вот они уже отцвели но вот первый держится еще он крупный когда цветок один на цветоносе то он более крупный а когда розетка имеет два или три цветоноса то они более мелкие у меня здесь множество уже розеток вот такие они интересные есть краснота на листик так как здесь они получают очень много яркого света солнце он никогда у меня не получает ну а света конечно здесь предостаточно стоит у меня лето все на террасе ну а зимой он растет у меня на кухне такие приятные у него корни и он любит достаточно высокую влажность а летом я его опрыскиваю два раза в день а зимой один раз по утрам какого-то особого ухода у меня нету то есть он растет меня со всеми моими другими блочниками и получается также получает и воду и удобрения ну и температуру вся эта рамка у меня живет зимой на кухне по ночам там опускается температура до 19 градусов но днем где-то 23 градуса и летом у нас стояла жара поэтому айран весь жил при температуре 35 днем и где-то 27 26 но и по ночам как только температура стала опускаться он начал развивать свои цветоносы потому что цветоносы у него тоже появились достаточно давно вот такой уход пробку вот этот блок я подобрала ему вот такую пористую то есть это не какая-то гладкая пробка а вот именно вся пронизанная отверстиями это очень хорошо для таких орхидей так как влага там остается намного дольше ну и поэтому орхидеи не надо поливать часто ну как часто все равно мне приходится поливать летом два раза она потрясающе даже не знаю красивее этот айрангис или все-таки вот эти мотыльки они красивее у этой орхидеи какая-то своя строгая красота вот такой цвет и очень красивые сами листья у растения и вы посмотрите какое оно маленькое по сравнению с цветком между поливами она у меня просыхает мне кажется что вот это очень важный элемент потому что если мы посмотрим на корни с такими ворсинками им надо хорошая вентиляция чтобы было еще такой нюанс у этого айрангиса есть период покоя который начинается после того как он отцветает и длится этот период где-то до середины весны ну вот так вот в моих условиях у него ничего не растет ни корень ни лист после того как он отдохнет у него появляются уже листья и начинают расти корни и в конце лета появляются цветоносы и он цветет достаточно такой тугодуманный если сравнивать с этим айрангисом который сейчас у нас цветет и продолжает наращивать и корни и листья у него растут поэтому этот айрангиса цветет два раза в год в моих условиях и конечно цветет меня во всю хороэлла и как же ее не показать еще у нее очень-очень много бутонов сейчас у нас осень теплая кстати также у нас констанция имеет бутоны вот здесь два бутончика и по моему с той стороны тоже назревают нравится мне хороэлла тем что у нее достаточно крупные цветы тоже по сравнению с растением еще по конец был вот этот был бафилом но у него так тяжело рассмотреть его цветоносы они настолько тонкие что подождем в прошлом году у него было очень много цветоносов еще в этот обзор я хочу включить моих мы сдавали и рассказать про свой опыт как этим жарким летом мы сумели его пережить этим летом температура у нас стояли где-то 37 36 днем и опускались они где-то только до 26 27 это конечно летальные температуры для таких холодных мы сдавали как до кумана в прошлом году я только чем только не пользовалась чтобы охладить их корни но ничего не помогало и не лед ничего то есть они теряли свои корни вот это мы сдавали конфетти она потеряла полностью все свои листья но восстановилась после зимы и конечно я хотела сохранить их хотя мне многие советовали просто избавиться от холодных орхидей но иногда какие-то орхидеи просто невозможно от них избавиться потому что хочется иметь и поэтому мне пришлось прибегнуть таким крайним мерам как холодильник с 8 часов вечера до 12 я клала все свои вот эти вот мы сдавали в отсек для овощей где температура где-то 8 градусов но так как мои мы сдавали зимуют у меня на улице они привыкшие уже к таким температурам поэтому конечно первые несколько дней я наблюдала за ними но а потом я поняла что все нормально и мы продолжили этот эксперимент сейчас конечно у нас уже температуры нормальные и я могу сказать что орхидеи перенесли очень хорошо даже просто слишком хорошо вот это вот мы сдавали она даже дала мне цветоносые в таких условиях но к сожалению конечно когда ее выносила на температуре 30 градусов она их засушила но все равно такого огромного куста у меня еще не было конечно были еще ошибки и погрешности в таком уходе вот на этой конфетти вы видите грибок на листьях это произошло из-за того что когда я его ее клала я ее опрыскала перед тем как положить но хотя не листья а именно ком и вот это вызвало вот такой грибок после этого я поняла и как бы больше не делала таких ошибок и клала орхидеи только в сухом виде или в таком полусухом а уже поливала их после того как вынимал из холодильника поэтому если кому-то будет интересен мой опыт наблюдайте за своими орхидеями если что помогайте им как можете в такую жару и закончить это видео я хочу все таки вот такой ночной съемкой этого орхидея такая у нас красота все цветочки распустились и вот как раз здесь видно их реальный цвет и я вам желаю конечно удачи в выращивании орхидеи конечно побольше терпения и увидимся уже очень скоро в новом обзоре до встречи пока пока и